Моя бабушка, Вакина Зинаетия Антоновна, 90 лет. Очень часто она вспоминается слезами на глазах о том тяжелом времени. 22 июня, воскресенье, как раз было воскресенье, а утром встали в 7 часов утра, уже у нас вся деревня немцев. Трассу была через деревню, как раз возле нашего дома поворот был. Лехника шла. У нас две недели немцы шли через деревню. Папа не было. Папа, думаю, и не уже был. У мамы было нас четверо. Самое маленькое было шесть месяцев. Все мы видели, как убивали. Как они закапали живых детей, явно до трех лет бросали. Мы все это пережили, все это видели. Две недели в лесу жили. Сядили у них, потому что мы жгли, дома жгли, убивали. Когда отступали, сильно надевались. Работать мы, маленькие работали. Вот брат и я на поле работали, а ночью вязали носки. Накануне праздника Победы к нам с поздравлениями пришел сын директора детской школы искусств номер 16 села Зарубина, Косачева Яна Алексеевна Женя. В день Победы хочу пожелать, позабыть на конец семинарских, в долгом здравии годы встречать, если плакать, то только отчасти. Пусть успехами радует вас, ваши праздники, внуки и дети. И пускай каждый миг, каждый час солнца ласково в жизни вам светит. Бабушка, с днем Победы! Пусть никогда не увидят дети тех ужасов, которые всегда не были. Редактор субтитров А.Семкин